Что лучше использовать – крем или масло? Масло при баночном антицеллюлитном массаже имеет несколько преимуществ – масла медленнее впитываются в кожу. Поэтому они дольше остаются на поверхности кожи, могут действовать на протяжении всего массажа в масло, а проще добавлять активные компоненты, которые борются с жиром масла являются более натуральными, их проще приготовить самостоятельно. Стоимость масел будет ниже, чем кремов, а срок годности дольше в масле есть и недостаток. Благодаря тому, что она впитывается медленно, масло может оставлять следы надежды. Чтобы этого избежать после массажа необходимо промокнуть кожу с луфеткой. Крема для вакуумного массажа. Какие подходят и почему? Если же выбор все же полно крем, то стоит помнить о свойствах, которыми он должен обладать. Хороший выбор покупка специализированного крема от целлюлита. Недостаток такой – крем быстро впитывается, его нужно использовать в большем количестве, чтобы провести процедуру вакуумного массажа. Не путайте крем и гель. Гели не подходят для баночного массажа. Крем должен быть максимально жирным. Плюс, если крем содержит активные компоненты, которые воздействуют на жировые отложения, эфирные масла, соль и кофе, можно приобрести крем, который обладает слабым разогревающим действием. Тогда массаж будет еще более эффективным. Как правильно использовать масла при баночном массаже? Чтобы масло или крем имел эффект на кожу, нужно соблюдать некоторые правила. Масла необходимо применять регулярно курсами. Масла необходимо чередовать. Например, неделя – одна смесь масел, следующая неделя – смесь. Изменить смесь масел нельзя готовить в металлической посуде. Лучше всего, если посуда – стеклянные эфирные масла летучие. Поэтому, добавлять их нужно непосредственно перед процедурой массажа, не стоит добавлять эфирных масел слишком много. Это не принесет пользы коже. Косметические масла для баночного массажа Масло для антицеллюлитного массажа имеет два основных компонента – маслоосновы и активные компоненты. Маслооснова – то вещество, которое преобладает в составе и в котором смешиваются все активные компоненты. Часто, в качестве основы используют обычные пищевые масла – оливковое, подсолнечное или льняное. Так делать, конечно, можно. Вреда не будет. Но, для того, чтобы масло не просто упрощало скольжение банки, а еще не слой эффект подтяжки кожи и уменьшение жира, требует применять косметические масла. Среди косметических масел, которые можно использовать в борьбе с целлюлитом, существуют такие – абрикосовое масло, кокосовое масло, персиковое масло, масло авокадо, миндальное масло, масло из виноградных косточек, каждый из перечисленных. Масел может служить основой для приготовления антицеллюлитного масла. Польза абрикосового, кокосового и персикового масла для баночного массажа. Каждый из косметических масел имеет определенный набор свойств действия абрикосового масла. Абрикосовое масло не столько борется с целлюлитом, сколько оказывает смягчающий и подтягивающий эффект. Также оно способствует уменьшению растяжек, не дает появиться новым действиям кокосового масла. Кокосовое масло способно снять раздражение и сыпать кожи. Оно обладает легким охлаждающим эффектом, что делает вакуумный массаж менее болезненным действием персикового масла. Персиковое масло обладает схожим эффектом с абрикосовым. Поэтому многие предпочитают чередовать эти виды масел. Косметические масла можно использовать не только в качестве средств для массажа, из них можно готовить скрабы и обертывания, которые также эффективно борются с целлюлитом. Эфирные масла для усиления антицеллюлитного эффекта баночного массажа. В качестве активных компонентов, которые используются в антицеллюлитных маслах, выступают эфирные масла. Эфирные масла – кладезь лекарственных компонентов для кожи. Они способны сузить поры, побороть целлюлит, сделать кожу гладкой и эластичной. Также они имеют шикарный запах, который способен превратить массаж дома в настоящую СПА-процедуру. Наиболее эффективными маслами для антицеллюлитного массажа является масло цитрусовых, лимона, апельсина, бергамота, грейпфрута. Масло можжевельника, масло корицы, масло розмарина. Представленное масло можно сочетать. Состав антицеллюлитного масла может быть в стаках 10 грамм масла основы и 5 капель любых эфирных масел. Польза эфирных масел у лимона и апельсина. Цитрусовые отлично борются с целлюлитом. Они обладают бодрящим запахом. Из эффектов, которые они способны оказать на кожу, можно выделить. Снимают, атики тонизируют и разглаживают кожу делают. Кожный покров эластичным и упругим оказывают бодрящий эффект. Ускорят обменные процессы в кожу, выводят лишнюю жидкость и спор оказывают обеззараживающие и охлаждающие действия борются. С целлюлитом польза эфирного масла корица. Снимает болевые ощущения, расслабляет мышцы, снимает отечность, польза эфирного масла розмарина. Сужает поры, оказывает обеззараживающие действия, придает тонус кожи. Масло для антицеллюлитного массажа должны использоваться чуть подогретыми. Подогревать необходимо лишь масло основу, а эфирные масла добавлять позже. Масла не гарантируют мгновенного эффекта. Их нужно применять комплексно с другими процедурами, физическими нагрузками и правильным питанием.